Иракская армия при поддержке авиации и международной коалиции возобновила наступление на город Масул, который все еще удерживает ИГИЛ. На этот раз военным удалось достичь стратегического успеха. О том, как идет битва за иракский город, расскажет Сергей Ауслендер. Дела у террористов ИГИЛ идут неважно. Серия поражений в Сирии, разгром в Эль-Бабе, который открыл турецким военным и сирийским повстанцам дорогу к Ракке, столице Халифата. И, наконец, наступление иракской армии на Масул, которая развивается, хоть и медленно, но вполне успешно. Очередная удача. Иракские части при поддержке авиации и международной коалиции захватили аэропорт города, ключевую точку, очень важную для дальнейшего продвижения. Сам аэропорт не пригоден для использования. Исламисты разрушили его практически полностью, но он позволяет контролировать южные подходы к Масулу. И, таким образом, военные блокируют боевикам возможность перебрасывать подкрепление. Наши силы контртеррористической службы и 9-й бронетанковой дивизии действуют в соответствии с планом. Полицейские силы продвинулись в сторону аэропорта, в то время как отряды контртеррористической службы в двух направлениях. В сторону базы Аль-Гозлани и в сторону районов Таль-Араян и Аль-Мамун. Сражение продолжается, и мы движемся вперед. Восточную часть Масула уже освободили. Теперь бои идут в западных предместьях. Армия продвигается очень медленно. За те годы, что ИГИЛ владел Масулом, террористы превратили его кварталы в настоящие крепости. Там военных поджидают фугасы, заминированные дома, автомобили со взрывчаткой, со смертниками за рулем, засады и разные прочие ловушки. Террористы также активно используют самодельные беспилотные аппараты, с которых сбрасывают на солдат бомбы. Несколько раз наступление приостанавливалось из-за больших потерь и плохой погоды, но потом всякий раз возобновлялось. Эксперты говорят, что судьба Масула в принципе решена. Рано или поздно иракская армия возьмет его. Вопрос только, какие потери при этом понесет международная коалиция, а также сколько погибнет мирных жителей, которых террористы продолжают удерживать в качестве живого щита. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал Интер.